Вслед за годом молодежи в свои права вступил год волонтера. Он пройдет под девизом «Бргемэс, мы вместе». Так сколько добровольцев насчитывается в нашем регионе? Какие планы у повладарских активистов? Подробнее об этом смотрите прямо сейчас. На сегодня по области официально функционирует 35 волонтерских организаций, в рядах которых около 10 тысяч активных и неравнодушных граждан. Именно этих людей по праву можно назвать главными виновниками наступившего года. При этом надо понимать, что волонтерство в Казахстане не возникло однажды из ниоткуда и не ограничится 2020 годом. Этот год призван придать развитию волонтерской деятельности новый масштаб, обратить к ней внимание широкой общественности. Очень важно, что в этом году будет собран ряд рекомендаций законодательного характера. То есть мы знаем, что у нас был принят закон о статусе волонтера. В этом году сами волонтеры будут прорабатывать вместе с депутатским корпусом, чтобы расширить эту базу, и непосредственно волонтерская деятельность будет охвачена более масштабно. С конца прошлого года на базе ЦРМИ открыт региональный центр поддержки волонтерских инициатив. Здесь любой желающий может ознакомиться с деятельностью всех волонтерских движений области, получить контактную информацию при желании стать добровольцем. К примеру, члены клуба «28 петель» будут рады пополнению в команде. Вот уже на протяжении пяти лет 15 активистов из Павлодар, Экибастуза и Аксу объединяют свои усилия во имя спасения жизни недоношенных новорожденных. За это время они связали из шерсти более тысячи комплектов одежды для самых маленьких пациентов областного перинатального центра. Спрос огромный. Бывает даже, что звонят и приезжают родители, забирают у тех, кто вяжет эти комплекты, потому что отделение реанимации, оно всегда переполнено. У нас проводится бесплатное обучение для всех желающих, кто хочет вступить в наш клуб «28 петель». Мы бесплатно обучаем владению крючком и спицами. Пожалуйста. Любой желающий может записаться. Вообще все члены нашего клуба – это в основном работающие женщины. У каждого из нас есть основная работа. Это просто как хобби, как наша гражданская позиция. Примечательно, что социальный проект «28 петель», инициированный казахстанской фотошурналисткой Карлой Нур, сегодня имеет статус международного. Его поддержали в России, Узбекистане, Белоруссии, Турции и Арабских Эмиратах. Заявить миру и о других важных волонтерских проектах, реализуемых на территории Казахстана – одна из главных задач этого года. И важным моментом еще хочу сказать, то, что в этом году особое внимание в нашем регионе будет уделяться продвижению именно серебряного волонтерства среди старшего поколения. И мы уверены, что это станет хорошим подспорьем между двух поколений – молодым поколением и старшим поколением. Дорожная карта по развитию волонтерского движения в области находится на стадии утверждения. Уже известно, что в феврале официально свою работу начнет Совет в составе представителей всех добровольческих организаций региона. Напомним, предложение объявить 2020 годом волонтера было озвучено в ходе форума «Казахстанско-российской молодежи», который состоялся в мае прошлого года в Костанае. Глава государства Касымжо Мартокаев поддержал идею и отметил, что нужно открывать образовательные центры подготовки волонтеров, создавать инфраструктуру волонтерства в социальных сетях.